Приветствую, друзья, я Виталий Портников. Журналистам-расследователям удалось обнаружить любопытный документ, в разработке которого участвовали российские государственные структуры и спецслужбы. И этот документ, очевидно, предназначался для высшего руководства России и подразумевал практическое уничтожение государственности Республики Беларусь уже к 2030 году. Россия, как подчеркивается в этом документе, с помощью целого ряда мер и решений должна взять Беларусь под свой полный контроль. Интересно, что документ разрабатывался в 2021 году, то есть во время начала войны России против Украины. И он еще раз демонстрирует, что и по отношению к Украине, и по отношению к Беларуси российское политическое руководство и спецслужбы собирались применить один и тот же сценарий. Сценарий, который можно назвать не только уничтожением государственности, но и уничтожением самих народов. Российский президент Владимир Путин в своих работах неоднократно указывал, что никаких украинцев и беларусов не существует в природе. Документ показывает, что российское руководство собиралось не просто читать лекции на эту тему или публиковать статьи на сайтах Кремля, но и предпринимать реальные меры, связанные с ликвидацией национальной идентичности. В случае с беларусами меры эти охватывали уничтожение позиции и без того маргинализированного в годы правления Александра Лукашенко беларусского языка. Кроме того, предполагалось навязывать гражданам Республики Беларусь гражданство Российской Федерации, чтобы позже Российская Федерация могла выступать как защитница интересов этих граждан и таким образом мотивировать будущее уничтожения государственных структур Республики Беларусь и их инкорпорацию в состав Российской Федерации. Как можно предположить по времени создания текста, он должен был быть соотнесен с планом реализации мероприятий по отношению к Украине. Ведь в 2021 году Владимир Путин рассчитывал, что марионеточное правительство, которое он создаст в Киеве после оккупации украинской столицы российскими войсками, во-первых, сможет обеспечить условия для проведения на большей части территории Востока и Юга Украины референдумов о присоединении к Российской Федерации, а во-вторых, обеспечит условия для того, чтобы оставшаяся под управлением марионеток часть украинской территории вошла в союзное государство Беларуси, России и Украины. Таким образом, после окончания войны с Украиной, украинское и белорусское государства, как марионеточные режимы, сохранили бы свое существование. Но на определенный срок, на срок до 2030 года, когда, по мнению кремлевских стратегов, и должно было быть создано уже окончательно союзное государство или просто Российская Федерация с инкорпорацией украинской и белорусской территорий. При этом на территории двух этих завоеванных Москвой и стран не должно было бы оставаться украинского и белорусского народа. Жители Украины и Белоруссии должны были бы считать себя русскими в точном соответствии с пожеланиями российского диктатора Владимира Путина и других кремлевских политических шизофреников. Обращает на себя внимание именно 2030 год. Возможно, к этому времени Кремль рассчитывал окончательно избавиться от белорусского диктатора Александра Лукашенко и заставить этого верного союзника Кремля передать власть представителю российской политической элиты или очередной еще более управляемой из Москвы марионетки, которая согласилась бы председательствовать на похоронах белорусского государства. Лукашенко, который подавил народное восстание силы, тем не менее продолжает рассматриваться в Кремле как не самая желательная фигура уже потому, что воспринимает Беларусь как свое собственное поместье и делает все возможное, чтобы на территории этой страны сохранялся именно его отвратительный диктаторский режим. Но задачей президента Российской Федерации Владимира Путина и его ближайшего окружения не является поддержка чужих диктаторских режимов на территориях, которые в Москве продолжают считаться территориями так называемой исторической России. С точки зрения Путина и его окружения и на территории России, и на территории Беларуси, и на территории Украины должен быть один диктаторский режим режим Владимира Путина. А русские, которые проживают во всех трех странах, должны стать естественной опорой этого режима шовинистическим отрядом, который можно будет использовать в дальнейших захватнических войнах Российской Федерации как на территории бывшего Советского Союза, так и на территории других регионов мира, где Российская Федерация уже подумывает об увеличении своего военного присутствия. Таким образом, и украинцы, и белорусы нужны российскому политическому руководству не просто так. А в связи с уменьшением количества, собственно, русского населения, они должны стать еще одной важной частью этого пушечного мяса, которое должно быть использовано российскими генералами для продолжения военных действий Российской Федерации, например, на Ближнем Востоке или в Центральной Азии. Не будем забывать, что эти территории все еще остаются очень важными территориями для дальнейших агрессивных планов Кремля. И таким образом, этот документ еще раз показывает правдивость тех предположений, которые неоднократно высказывались и мной, и многими другими трезвомыслящими экспертами. Главная цель российского президента Владимира Путина не Крым, не Донбасс, и даже неполная оккупация территории Украины российскими вооруженными силами. Политическая программа Путина, по крайней мере, до 2030 года, связана с восстановлением территории Российской Федерации в границах Советского Союза 1991 года. При этом украинские и белорусские народы ликвидируются и превращаются в русских, а те народы, которые ликвидировать невозможно с точки зрения Кремля, живут в неких автономных и полуавтономных образованиях в составе Российской Федерации. Как это в 20-е годы, собственно, и хотел Иосиф Сталин. То есть статус автономии ожидает Грузию, Азербайджан, Армению, страны Центральной Азии, возможно, часть Казахстана, при том, что другая часть территории этой страны будет окончательно присоединена к самой России. И вот в таком государстве большая Россия, где не будет белорусов и украинцев, и автономные республики, которые будут находиться в подчиненном положении по отношению к России и русскому народу. И должно существовать будущее, или вернее прошлое, и средневековье русское государство во главе с Владимиром Путиным. И именно ради осуществления такого проекта и началась так называемая спецоперация против Украины. За осуществление такого проекта Владимир Путин готов воевать до последнего русского. И не будет огорчен, если большая часть мужского населения его страны погибнет в ближайшие десятилетия в этих страшных войнах, которые должны питать амбиции Кремля. Впрочем, и в этом нет ничего удивительного. Все годы строительства Российской империи приводили к огромным жертвам среди его населения, которое превращалось в пушечное мясо для удовлетворения амбиций своего руководства. Русским нынешних поколений придется пережить ту же несчастную судьбу. Разумеется, если украинским вооруженным силам не удастся остановить российскую армию уже сегодня. Можно сказать, на ранних поступах к этому проекту, который обещает всем нам смерть, горе и слез. Спасибо, друзья. Оставайтесь на этом канале. Подписывайтесь на него, подписывайтесь на мои социальные сети, на канал в Патреоне, который помогает нам развивать эти проекты, пользуйтесь функцией спонсорства в самом Ютьюбе. Мира вам! Субтитры создавал DimaTorzok